Резидент индустриального парка «Родники», которого не стыдно показать. Замминистр промышленности и торговли Виктор Евтуков стал гостем торжественного открытия производства махровых изделий в Ивановской области. В начале 2016 года компания «Праэмтекс» получила от фонда развития промышленности заем на льготных условиях 466 миллионов рублей. Общая стоимость проекта – 700 миллионов рублей. Фонд – это не банк. Он не может просто так раздавать деньги. Он не так сильно фондирован, как в банке. Всего лишь 23 миллиарда рублей в этом году. В прошлом году было 20. И поэтому здесь выдаются средства, во-первых, только на покупку оборудования и на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкческих работ. И главная задача предприятия и главная цель создания фонда – это выпуск новой, высокотехнологичной, импортозамещающей продукции. Производство махровых изделий в России – это как раз то самое импортозамещение. На 80% спрос россиян обеспечивают Китай, Турция, Туркмения. Плотенцы и простыни, сделанные в Ивановской области, по качеству будут лучше, обещают производители. Здесь полный комплекс, начиная с основания, то есть от пряжи до готовых изделий. Полный комплекс оборудования. Оборудование все современное совершенно, самое новое, которое есть. По нашему мнению, лучшее, которое есть. Это практически все европейские производители, причем есть один из производителей российских, это контрольно-мерильная машина здесь стоит. И мы рассчитываем, что уже к Новому году мы выйдем на 70-80% производительности вот этого оборудования. Доволен увиденным остался и губернатор. Текстильная промышленность, пусть и не в тех масштабах, что раньше, но жива. Приходят инвесторы, появляются новые рабочие места. Получил развитие дальнейшее Родниковский комбинат, потому что в современных технологиях 160 рабочих мест это много. И еще очень важно, что здесь реально опробован новый финансовый институт, фонд развития промышленности, с которым Ивановская область работает очень активно. Более миллиарда рублей, миллиард 300 сумма вложений в наши проекты. И это показывает свою эффективность. Старт продаж готовой продукции запланирован на ноябрь. Сейчас фабрика будет производить 150 тонн махровых изделий в год. В 2017-м планируют установить еще столько же оборудования и увеличить объемы производства в два раза. Елена Белова, Андрей Семеневолков, Рокодо Иваново, Рокодо Иваново. Рокодо Иваново. Рокодо Иваново. Рокодо Иваново. Продолжение следует...